здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья в очередной раз я хотел бы поговорить о том что сейчас происходит с фургалом непосредственно самым хабаровском крае мы все прекрасно знаем что в хабаровском крае уже какой месяц проходят митинги они посвящены тому что фургала задержали за обвинение которому 15 лет уже вот прав он или виноват совершал он это или не совершал я к сожалению высказаться по этому поводу не могу вот я считаю что если он совершал все это то он должен быть наказан естественно понести наказание но но в этот момент сразу же нужно задавать вопросы тем людям которые в свое время говорили что он не виновен ведь он проходил как-то по этому делу а вот и решение было принято что он чист как стеклышко скажем так вот почему почему эти люди скажем так прикрыли его тогда теперь вылетел что он неправ вот если действительно это было но также в свою очередь я хотел бы чтобы действительно это происходило все в городе хабаровске в открытом режиме чтобы люди действительно понимали что их никто не обманывает что действительно следствие идет так как положено потому что заинтересованных людей тут очень много это весь хабаровский край за этим всем наблюдает если это было то для его должны судить если нет то должны отпустить тому возможно даже извиниться как-то я не знаю вот но это все должно быть прозрачно и так как происходит сейчас вот так же мне непонятно политика властей почему они виде эти митинги совершенно никак не комментируют ну как бы логика их понятно вот начнешь комментировать непосредственно как бы будешь вовлеченную все это это сейчас на данный момент друзья совершенно никого не ну и к никому не нужно и если раньше эти митинги скажем так происходили в таком спокойном режиме люди ходили митинговали там что-то говорили их было много вот власти никак не реагировали сотрудники правоохранительных органов тоже ничего не предпринимали по этому поводу все наблюдали но я говорил раньше что когда-то придет этому конец а придет этому конец тогда когда людей станет меньше вот и вот этот час настал не так давно вышло на улицу там порядка тысячи человек это тысячи было очень жестким таким методом разогнано там с применением дубина с применением физической силы кого-то прям даже волокли по асфальту забирали всяко вот утаскивали я еще когда освещал это эту тему задавался таким вопросом вот сотрудники этих органов это местные или нет люди все-таки я не думаю что местные вот так бы жестко разгоняли потому что хабаровск это город но не такой что уж как мне кажется и большой все у друг друга на виду мне кажется местной побоялись бы на все-таки подвезли вот этих вот росгвардейцев скажем так помочь местным властям и после если раньше дегтярев старался не замечать что происходит в хабаровске как никак не комментировать то он наверное в один из первых может быть не первый раз какой-то там третий четвертый раз до этого были какие-то комментарии но такие очень маленькие он прокомментировал то что сейчас происходит и именно он прокомментировал эти разгоны и слова вот эти хотел бы вам озвучить дегтярев сказал следующее я со своей стороны могу сказать однозначно что каждый имеет право на выражение своего мнения в том числе политического но в рамках закона наши правоохранители во-первых все местные они действуют профессионально в соответствии с регламентами и самое главное соответствии с законом больше добавить нечего заявил в рио губернатора хабаровского края вот как он говорит что вроде как сотрудники правоохранительных органов местные но мне в свою очередь мои подписчики пишут что нет это с москвы вроде как бы подвезли их мне тоже кажется что вряд ли местные бреснули вот такие ну вещи делать вот и в рамках закона не в рамках закона я уже как-то эту тему затрагивал у нас закон выстроен таким методом как бы ну под определенную небольшую категорию граждан и чтобы ты не делал вот ты если ты вот это вот большинство ты будешь выступать не в рамках закона поэтому как мне кажется дегтярев данной ситуации лукавит просто ему нужно было что-то сказать он это сделал и сделал это довольно деликатно вот на этом друзья у меня в принципе все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал я также дальше продолжаю следить за тем что происходит в хабаровске за тем что происходит в москве сейчас в лефортово а с фургалом буду в курс дела сводить всем пока друзья до новых встреч